Привет, друзья! Сегодня на тесте самый дешёвый видеорегистратор на российском рынке. Называется он Miko G10. И для его заказа вам не нужно ждать пару месяцев на Алиэкспресс, потому что он свободно продаётся на российских площадках. И сразу спойлер, за такую цену всё очень неплохо. Давайте разбираться. Поставляется гаджет в обычной картонной коробке с указанием основных характеристик. Внутри всё крайне скромно и нет ничего лишнего. Первым в руки попадается само устройство. Очень компактная, с поворотным объективом и уже наклеенным 3M скотчем. Апертура составляет 2.0, то есть светосила неплохая, угол обзора 140 градусов. С торца устройства всё стандартно. Слот под карту памяти и вход для питания. Также в комплекте вы найдёте плёнку на лобовое стекло, чтобы его не испортить. И с лёгкостью снять регистратор при необходимости. Что ж, ребят, защитную плёнку мы уже ту наклеили, чтобы не испортить стекло. И теперь аккуратненько на неё наклеиваем само устройство. И не портим лобовик. Это ли не чудо? Ну вот как-то так. Посмотрите, насколько это компактно. То есть в масштабах зеркала, насколько он маленький. Блин, это круто. Да, наверное, я его чуть повыше приделаю. Но сам факт, что... Давайте я ещё рукоугольный выключу. Вот такой он маленький. Посмотрим, на что он способен. Давайте подключим провода. Кроме него в комплекте, конечно, кабель для питания. Розетка с двумя USB-входами. И очень краткая, но понятная инструкция на русском языке. В общем, ничего лишнего, как я и сказал. Ребят, мы немного покатались. Сейчас заходим в приложение. Нам нужно опять законнектироваться с регистратором. Немножко идёт прогрузка. И скоро должен на экране появиться уже предварительный просмотр картинки в онлайн-режиме. Вот мы сейчас, можете посмотреть, у нас регистратор установлен. Собственно, мы то самое видим. Запись идёт. Здесь мы можем посмотреть сделанные фотографии вот этой кнопкой или записанное видео. Заходим в видео. И через Wi-Fi сразу можем посмотреть все моменты, просмотреть качество картинки. Давайте включим файл. Да, единственная проблема, и на неё жалуются действительно покупатели, что при просмотре на телефоне картинка подлагивает. Да, это действительно проблема, ребята сказали, что будут её решать. Но когда вы скидываете всё это дело на компьютер, это дело не лагает. А номера, реально, ребят, номера и дорожная обстановка за 2000 рублей фиксируются более чем. Можно выбрать сразу здесь файлики, какие необходимо посмотреть. Немножко подгружается, потому что всё-таки это Wi-Fi. Но коннектится всё быстро, работает чётко. И вот мы опять едем. И вот, смотрите, да, не переворачивается изображение. Номера действительно читаются. Ну, собственно, повосхищались, и давайте немного посмотрим на дневную съёмку данного устройства. И для своей стоимости она крайне неплохая. Да, пишет он всего лишь HD, 720 на 480. Но в целом вся обстановка хорошо читаема. Видно, куда идут пешеходы, видно номера автомобилей, видно, что происходит в целом. Да, естественно, на большой скорости будут какие-то просадки, это бесспорно. Но стоит понимать, что просадки бывают и на регистраторах за 10-15 тысяч рублей. А тут вы тратите всего 2 с копейками. И мне кажется, это устройство отлично подойдёт для тех случаев, когда нужно срочно куда-то далеко ехать, нет лишних денег, на регистраторах. И вы ищите какой-нибудь максимально бюджетный вариант, который всё-таки докажет вашу невиновность в случае ДТП. Но зная себя, потом такие вещи остаются в автомобиле надолго, новый регистратор не покупается, а этот будет продолжать вас радовать долгие годы. Ночная картинка у этого устройства, конечно, хромает. И за эти деньги это слишком предсказуемо. Но даже несмотря на дождливую погоду, номера автомобиля в принципе фиксируются. Да, это попутный поток, да, это невысокая скорость, но видно, что происходит на улице. Вполне возможно, вам покажется, что я его перехваливаю. Но, по-моему, за такие деньги вообще не стоит ругать устройство. Оно делает всё, что может, и очень себя оправдывает. А что ещё больше удивляет, Wi-Fi в этом устройстве работает ещё быстрее, чем даже в популярных и более дорогих моделях. Особого ума для подключения не нужно, тем более есть инструкция, которая предельно ясно всё объясняет. Но всё-таки расскажу. Находите название данного устройства в списке Wi-Fi, подключайтесь, набирайте код 8 восьмёрок, входите в фирменное приложение, которое можно найти в App Store и Play Market, или скачать прямо через QR-код, как это сделал я. И, собственно, всё, можете пользоваться устройством. Данный гаджет поддерживает карты памяти до 128 гигабайт, поэтому количество записанной информации с таким разрешением более чем предостаточно. Ребят, вот как бы то смешно не звучало, но за 2000 рублей, несмотря на то, что он даже не снимает в Full HD, а всего лишь HD, Wi-Fi подрубается за секунды. Нет никаких проблем. Вот я уже, у меня даже флешку не успел вставить ещё. Уже я смотрю в онлайне, картинку могу наблюдать, даже на весь экран сделать, и посмотреть вот на машину, стоящую передо мной. Ой, блин, это реально круто. Так, кроме того, опять же, за такую цену, это не реклама, ребят. Вот эта штука имеет два входа, блин. У многих даже одного здесь нет. Одного даже тут нет. А у них есть два. Давайте подведём итог. Устройство компактное, не имеет ничего лишнего, стоит действительно небольших денег и, в принципе, выполняет базовые функции видеорегистратора. И кроме того, как я и сказал ранее, поставляется из российских магазинов буквально за пару дней. А вот стоит его покупать или нет, решать, конечно же, вам. Всё зависит от ваших потребностей и вашего бюджета. Ну а я рассказал, в принципе, всё коротко, но по делу. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и, конечно, подписывайтесь на канал. Здесь только честная информация о крайне интересных гаджетах. До скорых встреч!